Привет, друзья, с вами Вайми, и я продолжаю проходить Wings of V, и я немножко, как бы за кадром, но не за кадром, потому что вы это видите сейчас, в общем, создал еще один сейв и сделал пару вещей, которые я пропустил. Во-первых, в самом начале игры есть такой небольшой секрет, нужно согнать всех птиц в первой локации, то есть нужно к ним подойти, и сейчас я это, в общем-то, сделаю. И из-за этого дают костюм, по-моему, костюм. Ну и по сути нужно просто пройти эту первую локацию, как вы ее нормально проходите, только в некоторых местах нужно спрыгивать обратно вниз куда-нибудь, или там еще куда-нибудь, я забыл спрыгнуть в самое начало, на стартовый дом. Ну я потом туда вернусь, я это сделаю, естественно. Ну, в общем-то, да. Всех птиц согнать это не так уж сложно, и они все в достаточно очевидных местах. Так что с этим не должно быть особых проблем. Я, естественно, пропускаю все заставки, пока я это делаю. Да, вот здесь я так остановился, и думал, почему мне не дают ачивку. Потому что я пропустил в самом начале трех. Бывает. Назад вернуть всегда можно. Этот телепорт почему-то перестает работать, но работают остальные телепорты. Телепорт, которые внизу, то есть если спрыгнуть вниз, то можно здесь вот эти вот два телепорта использовать, чтобы вернуться. Точнее, даже вот эти вот два телепорта, чтобы вернуться в начало. И там оставшиеся три птицы, и я иду не туда, где они, потому что я наркоман. Вот они. То есть мне нужно было сюда спрыгнуть, пока я проходил, и за это дают ачивку и костюм. Вторая вещь, которую я сделал, это два пропущенных секрета в этой части локации, где вы получаете вот это перо и порхание. Там можно это порхание использовать, чтобы добраться в два разных места. Итак. Первое из этих мест. Оно расположено практически здесь же, чуть раньше. Здесь можно допрыгнуть влево, и я здесь очень жутко фейлил с тем, что почему-то я разучился прыгать нормально. В общем, да. И все еще разучился прыгать нормально. Но уже было видно, что там есть еще один экран, и на нем есть еще одна секретка. То есть одна на нем всего секретка, но она на нем. Вот здесь два врага и сундук. Окей. И вторая секретка, это достаточно очевидная была. Но я почему-то не подумал про нее, когда я ее проходил. Она расположена здесь же, ниже. Вот эта вот дверь. В нее можно с помощью этого порхания запрыгнуть. Нужно прыгать слева, с этой платформы. И можно спокойно туда запрыгнуть, и там еще толпа врагов и еще один сундук. Окей. И еще одна вещь, которую я сделал, это я победил Мьоги, не получая урона. И еще одна ачивка, это победить ее на себя максимально возможный урон в каждой секции. То есть каждый раз, когда она опускает свой щит, нужно наносить ей 5-4 единицы урона. Ну, собственно, вот этот ран. Оно, на самом деле, довольно просто. Я, наверное, раза с четвертого это сделал. Самое сложное, когда она призывает всякую ересь. Ну, хотя пару раз под ее фаербол я тоже попадал, потому что они оставляют эту вот колонну такого огня, столб, который тоже дамажит. И это тоже считается дамагом, естественно. Но сложнее всего, когда она либо вот этих вот чуваков призывает, либо просто летающих врагов мелких. Летающие враги как бы опаснее в плане получения урона. То есть от этих проще, на самом деле, уворачиваться, но для этого нужно терпеливым быть. Огонь это самое простое, что она делает, и пару раз ее, по-моему, осталось ударить. Это тоже довольно просто. Тут главное следить, чтобы с неожиданным направлением не прилетело что-нибудь. И фаерболы. Вот этот вот столб огня, он может дамажить и под него. Важно не попадать, то есть вы можете перепрыгнуть сам фаербол и все равно попасть под него. И, в общем, да, щилдбрейкер, атачивка, носите каждый раз по 4 урона и без получения урона пройти. Ну, это, в общем-то, все, что я сделал до текущего момента, так что теперь переходим обратно к лайв-комментированию. Окей, что я за все это получил? За все это я получил несколько кастомизаций, во-первых, за птиц. Откуда у меня голова новая? А, да. Ну, ладно. Начнем сначала. За птиц костюм такой. Поскольку не сначала, а здесь близко, за мьёге костюм такой. И я получил кошачьи уши и демонические рога. В двух секретах. Ну, ладно, пока что так все оставлю. И, в общем-то, теперь... Теперь это вся фигня, и я не очень помню, как играть. И это печально, потому что сейчас будет достаточно сложный босс. Возможно, я какие-то еще секретки пропустил, но если я их какие-то еще пропустил, то я не знаю, где они и где их найти, и что вообще делать. На этом боссе я минут сорок, наверное, сидел. В первый раз. Возможно, и сейчас я на нем буду минут сорок сидеть. Окей. Что он умеет? Он умеет дышать огнем вот так вот. Не огнем, а кровью какой-то. Он умеет падать на вас. И это вообще в нормальной ситуации шанс нанести ему какой-то урон, но я не успел этого сделать. Ладно. Падает он три раза подряд. Еще он умеет вот это вот, и я каким-то образом от него увернулся. И когда он так летает, это тоже хороший шанс нанести ему урон. Он три раза пролетает, после этого он дышит снова своим... своей кровью плюется. Или чем он там. Вот это вот самая полная его атака. Нужно стоять сразу с одного из краев платформы, и обычно надо даже... Ау. Зачем здесь шипы внизу? Я ненавижу эту арену. В общем, нужно еще из платформы спрыгивать, чтобы он, по-моему, не попал. Это самая халява, наверное. Он ветер создает, и нужно либо под его выстрелами пролетать, либо над ними. Соответственно, либо слайд, либо прыжок. И после этого он снова плюет своей кровью, и можно после этого подбежать и ударить его пару раз. Изначально стоит стоять либо с правой, либо с левой стороны платформы. Никогда не стоит быть в центре, потому что если он сделает ту вот атаку, когда он из стороны в сторону стреляет, то если вы в центре изначально, то все плохо будет. Ау. Ну все, в принципе, и так у меня сейчас плохо. У него есть еще один вариант такого вот пролета, когда он пролетает выше, и от этого тоже хрена вернешься. Ну, сейчас разберемся. Так, вот это вот. Опять же, можно его пару раз ударить, но он при этом дамажит вас и своими... Черт. И своими этими когтями. То есть, если на него запрыгивать, то это вас дамажит, и это нехорошо. Ладно. Так. Окей. Еще одна попытка. Ну, это уже достаточно сложный босс. Так, не стоять прямо перед ним. Я мог бы успеть его ударить один раз. Это относительно халявы. Плюс у него есть вторая фаза, когда у него останется меньше 40, по-моему, процентов жизни. Ау. Бой немножко изменится, и он станет сложнее. И он и без этого достаточно сложный, так что... Все плохо. Так, это ветер. Это легко. Вниз, вниз, вниз. Я, по-моему, ни разу не получал урон даже от этого атаки. Можно пару раз успеть ударить. Вообще я неправильно это делал. Правильнее было бы... Правильнее было бы вот так вот бить после этого, использовать это порхание и снова бить. Но не сейчас. А когда он... А когда он... Зависает после ветра. Окей, снизу, 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 еще раз снизу. Да, вот так вот примерно. Лучше вообще стоять в правой стороне платформы. Потому что если он решает вот это вот из стороны в сторону свою атаку сделать, то в правой стороне безопаснее. И сейчас он должен сменить свою фазу. Да. И теперь все становится немножко хуже. Что он будет делать? Он будет вот так вот пролетать. При этом он выстреливает кучу выстрелов, от которых сложно увернуться. Но это не самое плохое. Самое плохое это вот это вот. Да, вот из-за этих вот выстрелов мелких во все стороны. Потому что от них я вообще не понимаю, как уворачиваться. И на меня одно попадание. Когда он это делает, он теперь по два раза это делает. Падает. И вообще все плохо. Ну ладно, хотя бы я его там с какого-то, с второго или с третьего раза довел до второй фазы. Это уже хорошо. Окей, не стоять перед ним. Ну, я чуть-чуть ему успел урон нанести. Нормально. Так. Ау. Ну я много урона ему успел нанести. Я, правда, и сам получил немножко. От этого пролета, когда он над платформой пролетает, единственное, что можно сделать, это с нее убежать. Справа тоже вроде как помогает, но слева проще. Окей, сейчас я не мог ему нанести урон. Ветер. Опять же, если стоять на левом краю платформы, то ветром он может внезапно вас скинуть. И это тоже нехорошо, потому что внизу шипы. Если бы внизу не было шипов, насколько проще был бы этот бой? Возможно, на легкой сложности нет внизу шипов. Не знаю. На сложной, по-моему, здесь в центре нет платформы. То есть дыра по центру. Не одна сплошная платформа, как сейчас, а две мелких. Окей. Окей. Поскольку он целится в меня, если я стою на самом краю платформы и прыгаю, и еще и порхаю после этого, то он начнет стрелять выше, чем... чем он начал бы, если бы я просто стоял. Окей, эта атака почти не изменяется от его второй фазы. Он просто начинает быстрее стрелять. Ау. Так. Нет. Не стоит скатываться с платформы. Так что это, по сути, все еще самое легкое, что он может сделать. Черт. Это теперь оставляет огонь. Так что... Не нужно сразу падать. Но это все-таки достаточно легко тоже. Ау. Не стоять здесь. Два раза в принципе пофиг. Он иногда из-за этого, по-моему, падает, и его сложнее становится убивать из-за этого. Но в целом пофиг. И вот это вот, да, это самое подлое. Почти. Черт. Сделай что-нибудь легкое. Это не что-нибудь легкое. Черт. Я почти его убил. Я, скорее всего, просто даже не буду убивать его идеально. Мне, конечно, хотелось бы. Но я не думаю, что я смогу, не получая урона, его убить. Ну, хотя, если он не будет делать вот эту вот свою атаку, вот эту вот, во второй фазе, то когда-нибудь у меня, возможно, даже получится. В первой фазе пофиг. В первой фазе я умею от него ворачиваться. Это не всегда получается, но я все-таки умею. Когда он так пролетает, там есть какой-то тайминг, потому что иногда получается ему нанести 8 единиц урона, иногда всего 4. Или даже и то меньше. Так что там можно, наверное, подобрать какой-то идеальный тайминг, чтобы ему больше урона наносить. Но пофиг. Главное, что получается наносить. Черт. Я сделал это неправильно. Ну ладно. Окей. Проблема в том, что он какое-то время сначала висит и потом только падает. То есть я обычно начинаю двигаться раньше, чем нужно. И поэтому мне не остается, в общем, некуда остается сваливать от его этого топота. Ну хотя бы ветер халявный. Черт. Смена фазы? Да, уже должна быть. На 40% смена фазы. Я не уверен, на 40% или на 39%. То есть если бы так же на одно деление больше у него оставалось, чтобы он делал. Ау. Ау. Ну все, я труп. Вау. Я не труп. Ну, я понял, как от этого можно уворачиваться. Не факт, что у меня получится от этого увернуться в следующий раз. Но я понял, по крайней мере, как это можно делать. О'кей. Его можно, по-моему, успеть зацепить при этом, но это довольно опасно. Ну, если я сейчас случайно не попаду под его атаку... Нет, я случайно попал. Я слишком рано начал. Слайд. Потому что у него во второй фазе эти атаки становятся длиннее по... По размеру. То есть нужно именно в последний момент начинать слайд. Если раньше его начинать, то под него... Попадать. Ну, не то, чтобы совсем в последний момент, но тайминг становится сложнее. Ау. Окей. Иди нафиг. Вау. Все по низу. Окей. Я не против. Чем легче он будет использовать атаки, тем мне лучше. Опять же, когда он вот так вот топает, можно, если удачно... Ау. Черт. Я забыл, что он три раза топает в первой фазе. Можно удачно его бить так, чтобы попадать по обоим его ногам. Потому что у него на ногах хитбоксы, на морде хитбоксы, на хвосте хитбокс. И они все независимы друг от друга. То есть можно попадать по нескольким сразу. В большинстве случаев не получается попадать по нескольким сразу, но... В теории иногда это можно... Сделать. 12 урона. Неплохо. Вторая фаза. При этом его тоже можно задамажить до того, как он начнет менять фазу. И даже после этого вроде бы тоже можно. Окей. Нафиг. Окей. Это легко. Не значит, что я не получу от этого урона, но это, по крайней мере, легко. Это нелегко, но все-таки. Окей. Да, сраные шипы. Я ненавижу эти шипы. Ладно. По-моему, я могу его ударить с самого начала боя. И потом еще раз ударить вот так вот. Ау. Я слишком близко подошел. Основная проблема здесь вообще в том, что у него очень много жизни, а у меня очень мало жизни. То есть, если бы он наносил в два раза, пусть даже меньше урона, по мне, то этот босс был бы намного проще. Окей. Это было рискованно и не нужно, но все-таки. Окей. Я могу с земли его доставать немножко. Немножко. Ау. Я не в ту сторону поехал почему-то вообще. Ну, наверное, потому что я перед этим в другую сторону развернулся, но, в общем... Я почему-то думал, что я покачусь влево. И тогда у меня не было бы такой проблемы с получением урона. Смена фазы. Да, я могу его сначала ударить, и потом еще раз ударить. Но он, правда, слишком далеко висит, чтобы нормально его ударить. Окей. Всего два раза он это делает. Черт. Черт. Какого хрена? Ну, и это меня добьет. Или нет? Нет, это меня не добьет. Это меня не добило бы, если бы я не прыгнул. Да. Ну, ладно. Могу я его сейчас задамажить? Чуть-чуть. И сейчас еще чуть-чуть. Или даже не чуть-чуть. Окей. М10% жизни снес. Это неплохо. Снести противнику 10% жизни до начала боя. Окей. По сути, слайд я использую при этом просто для того, чтобы перемещаться быстрее. И после этого надо там просто немножко повисеть. И потом запрыгнуть обратно. Окей. Не успел. То есть нужно начинать бежать заранее. Нельзя начинать бежать, когда он уже начинает опускаться. Ау, черт, это смена фазы, это не ветер. Печально. Ну, хотя бы это легкая атака. Но при этом, если сильно заранее начинать бежать, то я убегу с платформы до того, как... До того, как он приземлится на меня. И это будет проблемой, естественно. Окей. Черт. Нет. Окей. Упасть после этого на шипы и умереть было бы довольно печально. Ну да, я убил его все-таки. И не за 40 минут, всего за 15. Окей. Ну да. Окей. Ну да. Ну да. И теперь сразу же вот эта вот ересь И эта ересь, немножко ересь В основном из-за этих вот кораблей Не знаю, в общем, из-за этой стреляющей хрени Которая дамажит при контакте И которая стреляет во все стороны, так что хрену вернешься Ну и плюс к этому Стоп, я могу вверх быстро Двигаться или нет Не ясно Плюс к этому, в общем, вот такая вот фигня Черт, ладно Такая фигня, что там оно Полностью стенами Летит и нужно от этого всего Уворачиваться и правильно Пролетать Ракеты сами наносят 40 единиц урона То есть 3 попадания смертели Но учитывая, что Это ересь перед ними Я, скорее всего, получу больше урона Окей В самом низу не стоит лететь Этот заяц, который со мной летает Я его еще не должен был получить вообще Но Скоро Окей А, ракета Да, блин Так, теперь вверх Теперь сюда Теперь еще куча стреляющей ереси От которой я нормально не смогу вернуться И все сначала Естественно Почему они такие живучие? Да, по-моему, когда я держу прыжок Я взлетаю быстрее То есть вот эти вот секции Из-за этого немножко проще Но они в основном сважены Не из-за того, что мне взлетать медленно Из-за того, что мне нужно перемещаться на другую сторону Ау Ау Слишком спам Не понимаю, что происходит Да Когда их не 10 штук на экране Все довольно просто Нет, проще рестартнуть сразу Я слишком много урона получу Ну, их обычно 10 штук на экране Ну, или Три Три Это почти 10 Окей Ау Хитбоксы у этих ракет, конечно Наркоманские Что меня задамажило Видимо, у кораблей тоже хитбоксы наркоманские Ненависть Окей Блин Ну, я по крайней мере знаю, что я это уже проходил И я это все еще смогу пройти Когда-нибудь Ну, то есть я физически это могу пройти Окей Страные ракеты с их хитбоксами Которые больше самой ракеты И с их уроном Ладно Не подлетать к ракетам близко У них хитбоксы Ну, хотя бы я половину жизни не потратил Уже хорошо Так И Так Почему он заспавнился прямо подо мной? Это подло Окей Так Готово Готово весь? Да Готово Есть ли здесь секрет слева? Что-то здесь слева есть Черт Какого хрена там нет автоматического чекпоинта? Окей После боссов есть автоматические чекпоинты, например Ну, как и в начале этой секции Которая, по сути, после босса Ну, после всех боссов пока что были автоматические чекпоинты Нет Окей Я успел Окей И окей На этот раз все Как-то проще получилось Ну, справа есть чекпоинт Который сразу уезжает с экрана И я его Я не вижу, что он есть И поэтому предполагаю, что он автоматический Окей Как допрыгнуть налево? Видимо, не так Видимо, не так Возможно, я не могу туда допрыгнуть Потому что Скоро будет двойной прыжок И Насколько я помню Сюда можно вернуться С двойным прыжком Но я почти могу туда допрыгнуть Хм Что если я немножко утону И после этого буду Прыгать Почти Да Я могу сюда допрыгнуть? Ура Возможно, все-таки Я не должен Иметь возможность сюда запрыгнуть Но все-таки Могу и хрен с ним И это что вообще? Окей Нет, не голова Ну Сойдет Хм, ну по крайней мере Я могу отсюда выбраться Нет, не могу Ну пофиг Не знаю Шарф мне больше нравится Ну и это вся фигня Так А, нет Все правильно Я туплю Я туплю Я могу находиться под водой Но там не везде есть дно Да, здесь мне нужно упасть Потом мне нужно Влево я не могу Влево я не могу Сюда подняться И теперь Да, вот так вот Потолок дамажит Не потолок не дамажит Эти враги чарджатся Эти платформы Падают, когда я на них стою Так что я не могу на них Черт Долго стоять И поднимем шипы Которые мгновенно убивают Наверх я тоже Сейчас не могу запрыгнуть Окей Ау Что-то я не те кнопки использую Окей Да, и здесь еще один чекпоинт Который, видимо, для сложности Для этой только И собака С пером А платформа, по которой Собака пробежала Респауниться Если я среспаунись То есть, если я сейчас нажму Респаун Ну, или умру То платформы будут А собаки не будут То есть, я смогу по ним пробежать Но это не особенно нужно Окей Умрите все Не долетел Ладно Эти платформы, в общем, они не помогают Врагов можно не убивать Можно убивать Полная свобода действий А, нет Прыгать тут точно не надо Потому что прыжок нужен потом После этого Окей Ладно Я упал Но я после этого смог вернуться Да Можно сначала перелететь Потом прыгнуть Можно было бы, наверное, сначала упасть Потом Перелететь Пропорхать под водой Наверное А, черт-чего Забыл, что у нас здесь И этот кусок Да Мне удалось И чекпоинт И этот кусок Это фиговин, насколько я помню Либо убивает вообще с одного Либо почти с одного Ну, выстрелы в смысле Да, блин Прыжок здесь использовать, естественно, бессмысленно Нужно просто Порхать в правильный момент Да, оно убивает просто Мгновенно с одного Окей И Да Я дошел до деревни Где здесь чекпоинт? Потому что я думаю, на этом можно закончить Да, вот чекпоинт И с этим всем я буду разбираться уже в следующий раз И со всем, что дальше Я думаю, в следующий раз я уже дойду до момента, до которого я в принципе дошел И после этого После следующего раза я уже буду все новое для себя проходить И это, я думаю, не очень хорошо закончится Но хрен с ним В любом случае, я надеюсь, вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Айми Пока Пока